Так, значит, первое. Насколько по-вашему сейчас отличается сборная команда России по отношению к тому, какой она была в ваше время и какие различия? Это вообще-то лучше ответит тренер. Потому что я хочу сказать, на сборах нас было всего, наверное, шесть человек, женщин. Шесть человек. Ну, которые уже проявили себя и на международных соревнованиях, и чемпионатах Европы, мира. Вот такие женщины для подготовки к Олимпийскому. Ну, я добавлю. На чем отличие, если касается женской команды. На сборе, когда была сборная команда СССР, ну вот, было, ну, пять-шесть женщин. Они тренировались в острейшей, так сказать, конкуренции и борьбе. В острейшей. Но дружбы не было такой, чтобы, как говорится, обнимались, целовались. Но вражи никакой. Интриг никаких. 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 Хорошо. 16 ноября в Волгограде прошел бал Олимпийцев, посвященный завершению 30-х Олимпийских игр. Вы на нем присутствовали? Да, конечно. А как вам понравилось мероприятие? Что интересного запомнилось? Ну, интересно запомнилось то, что, во-первых, зал был полный. Интерес к спорту очень большой в Волгограде. И то, что вот наши олимпийцы, Лебедева, Салисаренко, танцевали. Танцевали на эстраде. Вообще, очень было красиво и замечательно. Все тебя там подготавливали, да, и танцевали? Да. Ну, по-видимому. Ну, а меня отметили, тоже вызвали со всеми, кто выступал. Раньше выезжали на Олимпийские игры. Даже не чемпионы, а финалисты Олимпийских игр. Ведущие, ведущие спортсмены нашего города с молодыми вышли. Молодежь, подростки нас вывели на сцену. И, конечно... Мы всех наградили. Вы готовились к своим победным Олимпийским играм. Как у вас проходила подготовка? Какие тренировки были? Тренировки, вообще-то жесткие тренировки проходили. Километраж, во-первых, около двух с половиной тысяч. Ну, это все вовсе. За сезон. Да. Да. Зимний период – это лыжи и вода. Но большой километраж где-то проходили, чтобы выносливость выработать. А потом уже где-то в марте, в апреле начали работать над... Как вы считаете, что помогло вам победить на Олимпиаде в Риме в 1960 году? Помогло. Вообще, подготовка вот такая была, предварительная подготовка и скоростная, очень много скоростной работы было, и то, что много международных соревнований было. Я скажу, в Венгрии, в Германии, в Румынии, в Дании. И очень много в ФРГ, вообще очень много международных встреч было. Как выступала сборная команда России? Ну, вот, Россия сборной команды выступала, значит, у нас был очень государственный тренер, замечательный, Зарезка Елизавета Ивановна, честь и хвала. Ну, вот, такого организатора, так сказать, дай бог, дай бог, дай бог, и еще один месяц. Который любил спорт, понимал спорт, понимал спортсменов, потом с ними разговаривал душевно. К ней можно было, как говорится, достучаться, она выслушает. Хорошо. А какими сильными качествами, по-вашему, вы обладаете? Какими качествами? Ну, во-первых, целеустремленная была, трудолюбивая. Уж я родилась в год лошади и работала по-настоящему. Он никогда не свечковал на тренировках, вообще, очень так работала сильно. Подгонять ее не надо было, ее надо было бы сдерживать, вот так вот, сдерживать. И, в общем, неукротимое, так сказать, стремление, желание это. Вот это, наверное, вот эти качества мне помогли в дальнейшем выступать, наверное, на таких больших соревнованиях. Ну, и последний вопрос, что вы пожелаете сейчас сборной? Пожелаю только успехов, успехов. Пожелаю сесть и по-серьезному анализу. Не надо так на трибунах это как бы, что кто-то на трибуне стоит, выступает. А сесть вот за узкий стол, сесть за узкий стол, так сказать. И поговорить. Спасибо. Спасибо.